Минтруда и его подразделения Большинство – любители зимней рыбалки. Из-за недавней оттепели лёд на реках и озёрах стал значительно тоньше. Несколько морозных дней не исправили ситуацию. Любители зимнего промысла продолжают испытывать судьбу. С ноября уже зафиксировано 16 погибших. На развитие Могилёвской области в 2023-м направят более миллиарда 300 миллионов рублей. Финансирование проектов региональной инвестиционной программы увеличится в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Значительная часть средств пойдёт на строительство жилья и дорог. Среди приоритетов также комфортная среда. В Бобруйске 13 января пройдёт электронная ярмарка вакансий. С 10 до полудня на сайте службы занятости соискатели, в том числе и те, кто особо нуждается в социальной защите и не способен на равных условиях конкурировать на рынке труда, смогут ознакомиться с предложениями нанимателей, направить резюме и получить консультацию. Бобруйский «Динамошинник» продлил победную серию в регулярном чемпионате молодёжной хоккейной лиги до восьми матчей. Подопечные Андрея Михалёва проводили повторный поединок с сахалинскими акулами. Игра завершилась со счётом 6-2 в пользу белорусов. Наша команда располагается на второй позиции серебряного дивизиона на западе, а также на пятом месте общей таблицы конференции.